Здравствуйте! В эфире «Вечер вместе» я, его ведущая, Татьяна Кобзарева. С приходом апреля и тепла началась новая жизнь у Воронежских музеев-заповедников, чем в этом сезоне удивит и порадует Девногорье. Об этом поговорим с директором музея-заповедника Еленой Клеповой. Елена Васильевна, здравствуйте! Спасибо, что вы пришли. Я знаю, что вы скоро уезжаете туда, у вас такие начинаются рабочие будни в прекрасном месте. Да, буквально вы нас выловили в последний день, сели в последний вагон. Завтра мы уже переезжаем в Девногорье практически и начинаем. Так как весна очень быстро у нас вступила в этом году в свои права, у нас очень много серьезной работы, чтобы успеть порадовать наших посетителей. Хоть уже поток и начался, конечно, людей, но как бы официально мы открываемся 28 апреля. Первый день майских праздников. Мы хотели в субботу, но оказалось, что суббота рабочая, поэтому пришлось нам перенести на 28-е. И так как в этом году у нас события подвязаны на датах юбилейных, это 90 лет в Оранжеской области и 100 лет хутора в этом году исполняется, поэтому сам Бог велел праздновать нам эти мероприятия. Вот как раз 28 апреля мы откроем новую экспозицию «Девногорское подворье». Это на месте бывшей кассы. Мы смогли в том году благодаря Министерству культуры перенести в новое помещение кассу и сувенирный магазин. И теперь «Девногорское подворье» вернется на свое законное место. Поэтому 28 апреля мы приглашаем всех на открытие. Открытие будет бесплатное и будет концертная программа. В ней примут участие наш ансамбль воронежские песни-танцы «Черноземочка». Они порадуют нас 28 апреля своим выступлением. А «Воронежское подворье» вот в этом замечательном, удивительном вашем домике, что там можно будет увидеть? Вот как раз это можно будет увидеть жизни, быт крестьян 19-20 века, которые переселенцы в 1924 году приехали, на эти земли заселились. И вот как раз их дома, их быт и вся жизнь, которая там проходила. Это будет сопровождаться экскурсией, и можно будет просто посетить, посмотреть, пофотографироваться, можно будет даже заказать экскурсию. Ну, про 93-е воронежской области мы с вами еще поговорим. Мне вот интересно, что вы работаете круглый год. Вот несколько последних лет Девногорья, и зимой открыто там туда можно приезжать гулять. Но все-таки вот наступление тепла – это особое время для вас, для музея-заповедника. Вы активно к этому готовитесь. Вот в чем заключается эта работа? Вот сейчас 28 апреля первое, так скажем, крупномасштабное мероприятие, крупное пройдет первое. Но что вот еще, и что входит в эту работу именно с приходом тепла? Вот что меняется в вашей жизни музейной? Ну, во-первых, зимой у нас не так много посетителей, поэтому работа такая плавно-размеренная идет. У нас там постоянно экскурсовод присутствует, местные жители, которые там работают непосредственно на месте, в любой момент готовы провести экскурсию. А вот уже с 28 апреля, естественно, уже начинают записываться тургруппы. 20 апреля начинают ходить, как бы, пускают прямую электричку. Она будет у нас и в субботу, и в воскресенье сразу. Поэтому под поток посетителей даже с электрички, и под тургруппой, и просто проезжающих людей, кто-то уже едет на юх отдыхать мимо. Поэтому, естественно, людей становится много, и наши сотрудники уже готовы обслуживать с утра до вечера посетителей. Потому что поток уже большой, и теми силами, которые в Девногории наши, мы уже не справимся. Поэтому все сотрудники переезжают туда, и открываем уже полноценно. Потому что 28 апреля уже запись такая на полный день. Лена Васильевна, за прошлый год сколько посетило музей-заповедник Девногории людей, вот если так посчитать? Это тысячи, наверное? Да, вот чисто те, кто посещал экскурсии, около 23 тысяч, а тот, кто просто гуляет, приезжает, это более 100 тысяч. Вас не удивляют эти цифры? Или это вот так вам комфортно? Не удивляют. Они ежегодно, из года в год повторяются, в принципе. Поэтому уже мы привыкли к такому туристическому потоку. Уже не удивляемся. Если зимой научная работа, она вся происходит здесь, в Воронеже, все научные сотрудники переезжают сюда, в чем она заключается? И в чем она будет заключаться сейчас весенне-летний период? Вот чем вы занимаетесь там уже, на хуторе живя? Ну вот в зимний период научные сотрудники, мы очень много участвуем в грантовых проектах. Поэтому они, каждый сидит, пишет какой-то грант. Вот в том году мы выиграли президентский грант. У нас начальник отдела музейной деятельности Юлия Городцова выиграла грант на библиотеку создания у нас в Демногории. Назывался проект «Все по полочкам». Вот в декабре мы его реализовали, и было открытие официальное, праздничное. А теперь у нас посетителям можно поработать в библиотеке, там рабочие места. То, что связано с научной деятельностью, каждый может посетить, взять любую книгу и посидеть на месте поработать. А весенне-летний период, мне кажется, это такая работа мечты, когда вы в прекрасном месте находитесь, на свежем воздухе. Можно ходить, наслаждаться этими видами шикарными. Или в чем это заключается? Ну вот сейчас, в данный момент, мы к 28 апреля будем усердно готовить чисто хозяйственные у нас работы. Мы красим, убираем. Вот в этом году мы сейчас будем завозить землю, разбивать вокруг новой кассы новое подворенское такое хозяйство. Будем сеять и траву, сажать цветы и делать новый забор. То есть должно быть вид, как старое такое Девногорское подворье. Вот приведем его к этому виду, чтобы и фотозона красивая была, и людям приятно было просто там отдохнуть. Какие у вас проекты намечаются на этот период, на близлежащий? Вот мы с вами начали говорить, 90-летие Воронежской области в этом году мы отмечаем. Как Девногорь и музей-заповедник к этой дате готовятся? Чего нам ждать? Ну, в первую очередь мы в мае отметим 100 лет хутора. 18 мая мы его как бы совместили с ночью музея и с днем музеев. Решили, что в этот день мы проведем. Потому что обычно в это время и на людей больше приезжает на ночь музеев. У нас очень обширная программа будет. Начнется на пол первого и закончится уже к 9 часам туда ближе. Уже ночь захватит. У нас там будет очень много детских коллективов и воронежских, и лискинских. Мы покажем еще раз, так как год семьи, мы еще раз покажем для посетителей наших обрядовую свадьбу. Накормим всех местным блюдом мухой и с кашей-сливухой. Сварим специально под эту свадьбу. И закончится у нас вечернее уже представление. Наши воронежские девчатки к нам приедут. То есть целый день очень насыщенная программа. И концерты, и спектакли, и еда. В общем, все, что угодно. Вы вот такой формат для себя открыли. Как вы его ощущаете? Вот ночь в Девногории. Потому что у вас крупномасштабные концерты под открытым небом. Не тяжело ли вам к этому готовиться? И сам хутор такого количества народу. Вам это комфортно? Ну, не тяжело. Это и очень интересно. Ну, просто ограничиться только вечерним концертом не очень интересно. Потому что люди приезжают днем на электричке и еще что-то хотят посмотреть. Поэтому и тоже к 90-летию. Вот у нас 6 июля в этом году будет ночь в Девногории. Днем у нас будет программа посвящена 90-летию Воронежской области. Тоже с приглашением всех коллективов. Ну, местных практически. Воронеж и Лискинский район. А вечером нас приедет поздравить Государственный академический ансамбль танца Чеченской Республики в войнах. То есть это тоже под открытым небом все будет? Вот как уже мы привыкли. Да. В масштабе, как мы уже третий год проводим, на открытой площадке, на большой сцене. Играет музыка. Вот такие совместные еще ваши выездные, может быть, выставки. Кто-то к вам приезжает, потому что вы такую межрегиональную деятельность, музейную, творческую ведете, обширную. В чем она еще заключается и в нынешнем году, в нынешнем сезоне, может быть? Ну, к нам мы, к сожалению, не принимаем, так как у нас нет выставочных залов. А саммиты мы ездим часто. Вот буквально во вторник мы уезжаем в Вологду. Следом идет Саратов. А в ноябре мы едем в Луганский краеведческий музей. С какой выставкой вы ездите? Ну, вот в этот раз мы едем от Кубышки до Амфоры. А в Луганск мы везем новую выставку по геологии. И как вот интересно людям, они что-то узнают в той же Вологде, впервые, наверное, узнают о Дивногорье. Хотят ли приехать из отдаленных регионов России к нам? Ну, дело в том, что у нас, как показывает практика, у нас все регионы к нам заезжают, которые едут мимо нас. У нас даже сотрудник вел учет. Как оказалось, за один год, мне кажется, из всех там 80, сколько у нас там регионов, 86-87, одного, наверное, только не было. Поэтому вот чем больше мы посещаем регионы, тем больше мы о себе рассказываем, больше людей, желающих заехать к нам. Вы читаете книгу отзывов, что вам пишут? Вот люди, которые впервые попали в наше прекрасное Дивногорье, вот что вот интересно, вот люди, может быть, с Урала, что они могут написать? Я обязана читать книгу отзывов, причем регулярно. Ирина Васильевна, что вам там пишется? Ну, люди восхищены природой, конечно. То, что вот именно природа, оставляет вообще очень такие впечатления у людей. И возвращаются люди из года в год. Мы уже были на экскурсиях, приехали просто погулять. А археологическая практика, археологическая работа, которая ведется год из года в музее-заповеднике Дивногории, будет ли она продолжена в этом году? Приедут ли к вам археологи? Приедут, конечно. Да, у нас берут три человека открытые листы, и мы также будем продолжать. Естественно, у нас мы на этом завязаны, без наших раскопок мы ничего, фонды не найдем. Поэтому все, что... То есть они пополняются из года в год? Да, из года в год пополняются, конечно. А планируются какие-то выставки, может быть, с ними? А мы же все время их делаем. Из того, что мы готовим какие-то выставки, мы подбираем свои фонды, естественно. И мы вывозим их. Елена Васильевна, если почитать вашу группу ВКонтакте, очень интересно этнографические исследования, не только археологические, не только связанные, может быть, с растительностью прекрасной, Дивногорской. Но вот эта этнография. Как вы к этому пришли? Что может быть интересного? Местные жители помогают ли они вам? И участвуют ли они в жизни музея-заповедника Дивногорья? Ну, у нас вот как раз наш местный Равиль Ревович, который занимается именно этнографией, он, да, ходит именно по жителям, которые еще что-то могут рассказать, записывает их истории. И вот на этом строится вся вот эта наша работа. Вот мы очень долго изучали вот эти обрядовые свадьбы. В том году мы как раз ее сделали. Очень получилось интересно, ярко. И в этом году мы даже предлагаем услугу такую, если есть желающие жениться, то мы готовы провести свадьбу в таких старых Дивногорских обрядах. Какие-то еще новые у вас готовятся проекты? Мы с вами обсудили 90-летие Воронежской области, ночь в музеях. Вот такого типа, как свадьба в Дивногорских обучиях, обрядах, что-то такое подобное может появиться в ближайшем? Ну, у нас в этом году зимой, в рамках русской зимы, прошло очень интересное мероприятие. Мы варили уху. Это было соревнование между двух команд. Каждый варил свою уху. Естественно, плохо было то, что в этот день были сильные морозы и метель. И не очень много народа к нам побоялись просто приехать. Но мероприятие было вообще изумительное, поэтому в следующем году мы его, конечно, продолжим. А летом не хотите повторить? Ну, у нас летом без ухи пока много событий, потому что у нас практически каждую субботу в этом году будут какие-то музыкальные вечера. Вот 1 июня мы приглашаем всех детей с родителями. У нас будет к Дню защиты детей ростовые куклы, анимационное шоу. Поэтому всех желающих мы приглашаем на наше такое детское развлекательное путешествие. Мы квесты периодически устраиваем, тоже очень интересные, исторические. На 22 июня у нас запланировал концерт симфонического оркестра, концертного зала в честь, вот в День памяти и скорби. На 9 мая у нас тоже концерт будет. Ну и в августе мы практически впервые проведем новый экологический фестиваль. Хотим пригласить еще соседние музеи-заповедники. Но программа пока готовится, но тоже должен обещать быть интересным. Мы в том году попробовали, но в малом формате. А в этом году уже у нас как раз будет школа волонтеров с Москвы в это время. И мы хотим вот такой большой экологический фестиваль организовать. Спасибо вам большое. Мы вам желаем и всему вашему коллективу удачи в наступающем сезоне, потому что очень много людей, очень много работы. И вы сейчас рассказали, что запланировано много мероприятий. Мы желаем вам со всем справиться и наслаждаться видами Девногория. Спасибо вам большое. Спасибо. Это был «Вечер вместе». Это и другие эфиры вы можете увидеть на нашем интернет-канале. Напомню его адрес. Я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго. Продолжение следует...